здравствуйте сегодня я хочу вам рассказать о своей неприятности которая поселилась на моих орхидеях это и да на старых не сброшенных листьях у нас живет вот такая неприятность я не могла определить что это это не мучнистый червец так как взрослую особь я не наблюдал она очень похожа она также создает около себя такой белый пушистый налет и потихонечку с этой стороны как вы видите сосет лист высасывает все соки занесла я ее вот эту вот бяку скорее всего не я а занесли мои собачки так как до поздней поздней осени можно сказать начало зимы у нас стояла теплая погода лето было очень сухим теплым и и в саду около дома на сопках можно было увидеть деревья покрытого таким белым и неем как никогда этого было очень много были листики и белый налет и скорее всего при какой-то прогулке мои собачки зацепили зацепили за какую-то веточку и принесли вот эту бяку домой это не белокрылка я даже не знаю что это такое я перерывала весь интернет сейчас вам покажу на молодой котлейки здесь она только начинает переселяться вот такие маленькие особи вот она сейчас сидит и высасывает все что можно с моей молоденькой котлейки на котлейках они поселяются вот в этих пазухах и на основании боль они образуют вот такой плотный круг и потихоньку высасывают все что можно с боль бы боль бы из листа так как здесь тоненькая листва она вот у меня разместилась на внутренней стороне листа и еще одна у меня проблема с которой я боролась лет пять назад но видимо где-то я упустила но я думаю что упустила я не на орхидеи может где-то на цитрусовых или на фикусе которые у меня растет скорее всего можно алоэ это под листиком видимо в какой-то пазухе у меня затаилась видимо 1 2 особи это щитовидка вот она еще молодая только видимо начала прыгать по моим растениям размножается она очень быстро где-то маленькие я видела прям вообще вот вот маленькая как вы знаете около себя она создает липкую такую среду по которой развивается только плесневый грибок для орхидеи он не вреден но он закрывает поры и не дает растению дышать вот такие две проблемки которые у меня на данный момент губят мою коллекцию в этот раз я уже просто буду бороться я буду биться отбиваться от этой пяки сейчас вам покажу как пять лет назад последствия поедания моей котлейки здесь тоже фокусируется остались следы укуса пока у меня были проблемы болею я со спиной уже давно бывают такие случаи что я лежу и лежу очень долго и и вот в какой-то из моих тяжелых деньков вот так вот вот напоганили мне эти трипсы погуляли пожевали мои котлейки заметила я вовремя пока они не съели ее полностью но вид конечно уже у орхидеи некрасивый но самое главное что она жива бороться я буду вот этим вот препаратом это корейские препараты которые очень хорошо используются при выращивании овощных фруктовых культур в этой коробочке у меня находится порошок это имидоклоприд этот порошочек разводится на литр воды видите он токсичен этот препарат обладает ярко выраженным системным действием он проникает сосудистую систему растения и растение становится токсичным для насекомых этим препаратом можно бороться с насекомыми и как по листу обрызгивая и при поливе как я уже говорила все орхидеи которые у меня здоровые которые я наблюдаю уже несколько лет я их всех поливаю в одной емкости и при следующем поливе я добавлю только вот этот порошок чтобы орхидея впитала в себя этот яд и было токсично для таких вот неприятностей и следом эта жидкость это писциды нем находится бупрофизин и клотианидин бупрофизин блокирует синтез хитина у насекомых активен против личинок вредителей и клотианидин используется для борьбы с вредными насекомыми предварительно я сделала фотографию и с этой фотографией своих неприятностей на орхидеях я пошла где в тот магазин где продается все вот эти вот препараты показала продавцу объяснила что это домашнее растение что это орхидеи и она мне дала вот эти вот этот вот порошок с бутылочки и сказала что их надо использовать вместе так как по одиночке не будет такого действия хорошего и лет пять назад я использовав это удобрение я ой не удобрение вот этот препараты борясь щитовидкой этим же удобрением я боролась и с трипсами и с белокрылкой кстати очень хорошие препараты они мне очень хорошо помогли избавиться от всех неприятностей и по использованию этих препаратов через неделю я заметила что щитовидка осталась на месте но тут эти вот панцири они оказались пустыми и практически на всех орхидеях на всех моих деревьях они просто были сухими я уже навела вот такой раствор на литр воды это вот этот порошок плюс вот эта смесь и сначала я буду опрыскивать буду опрыскивать вот с такого поливизатора вот так вот по растениям здесь надо более вот таким вот образом и сейчас мне придется обойти все мои балконы и потихонечку убивать вот эту гадость в этот раз я буду заглядывать в каждый уголок в каждый листик под каждый листик под каждую вот такую вот чешуйку перед тем как опрыскать я избавлюсь от всех все я принципе я не люблю эти чешуйки я их по весне все обдираю у меня вот такие вот аккуратненькие и начну борьбу вот с этими вот гадостями которые потихоньку съедает мою коллекцию вот и все как появится результаты я вам конечно покажу что стало щитовидками вот и все спасибо большое за просмотр удачи кому понравилось видео ставьте лайки очень буду благодарна если вы подпишитесь всем до свидания до новых встреч вот Ece вотязалось Продолжение следует...